Недавно Мэнзе, моя Куратор, рассказала мне, что Липин не принимает истину, зацикливается на анализе людей и вещей и мешает церковной жизни, и что братья и сестры беседовали с ней и пытались помочь, но она не изменила свое поведение. Мэнзе попросила меня написать характеристику Липин. Я немного удивилась. Я не ожидала, что Липин до такого дойдет. Поначалу мне было трудно это принять. В семье Липин верили в Господа из поколения в поколение. Еще подростком она служила Господу в церкви и приняла этот этап Божьей работы более 20 лет назад. Сейчас ей было чуть за 50, и она все еще была не замужем. Она от многого отказалась, полностью посвятила себя вере, ограничивала себя и страдала, и казалось, что она истинно верит в Бога. Теперь же ее сочли маловером из-за зацикленности на анализе людей и вещей. Не слишком ли это сурово? Я вспомнила свое прежнее общение с Липин. Ее человечность не казалась мне плохой. Просто когда возникали проблемы, она принималась спорить о добре и зле. Почему бы не позволить таким людям остаться в церкви и трудиться? Позже Мэн Цзэ сказала, что, учитывая неизменность поведения Липин, ее уже признали маловером. Она также напомнила мне, чтобы я исследовала себя и поняла, что помешало мне ее различить. Она велела мне искать истину для решения этой проблемы. Позже я осознанно поработала над этой проблемой в своих поисках и вспомнила все моменты, когда общалась с Липин. В 2019 году мы с Липин вместе исполняли свой долг. В то время одна из сестер в нашей группе, Инсинь, никак не могла сработать со Слепин. Инсинь хотела поговорить об этом с Липин, но та отказалась. Инсинь впала в негативный настрой, и когда лидер спросила о ее состоянии и состоянии Липин, Инсинь честно ответила, что им не очень хорошо работается вместе. Липин подумала, что слова Инсинь нанесли ущерб ее репутации и затаила на нее обиду. Впоследствии она исказила факты и заявила, что Инсинь намеренно пожаловалась на нее, чтобы ее исключили из группы. Перед собранием Инсинь предложила сначала поговорить о наших состояниях, а затем, исходя из этих состояний, целенаправленно читать Божьи слова. Липин подумала, что Инсинь пытается задеть ее и сказать, что она не уделяет достаточно внимания жизневхождению. Поэтому сердито сказала, что у них на это нет времени. Однажды во время обсуждения работы Инсинь заявила, что в последнее время результаты церковной работы ухудшаются, и нам нужно понять, почему. Липин снова подумала, что речь идет о ней, и раздраженно сказала, «Если вы считаете меня плохой, доложите обо мне куратору, пусть меня переведут». Мы потратили время на общение с ней и не смогли нормально обсудить работу. Незадолго до этого в группу пришла сестра Ло Вэнь, и когда у нее возникали трудности и проблемы с работой, она часто советовалась с Инсинь. Увидев, как высоко Ло Вэнь ценит Инсинь, Липин сказала Ло Вэнь, что Инсинь использует всякие подлые трюки, чтобы завоевать ее расположение, и посоветовала ей не общаться с Инсинь. Услышав это, Ло Вэнь разозлилась до слез. Ей было сложно работать с Липин, и она больше не хотела исполнять здесь свой долг. Липин же не стала анализировать себя и даже сказала, что если Ло Вэнь хочет уйти, это ее дело. Иногда, когда мы все вместе обсуждали работу, Липин подозревала, что мы плохо говорим о ней за ее спиной. Из-за этого она часто конфликтовала с сестрами в группе. То есть она пребывала в таком состоянии уже довольно давно. Наша куратор много раз беседовала с ней, пыталась помочь. Но она не менялась. Тогда я только присоединилась к группе. Я беседовала с Липин и говорила, что ей нужно сосредоточиться на поиске истины и извлечении уроков. Но она рассуждала о добре и зле и оправдывала себя. Я была в замешательстве. Она столько лет верила в Бога. Так почему же, когда с ней что-то случалось, она не принимала ничего от Бога, а вместо этого всегда искала внешние причины, зацикливаясь на анализе людей и вещей? Тогда я подумала, может быть, она сейчас просто в плохом состоянии. Если мы будем больше общаться и помогать ей, она, возможно, изменит свое состояние и не будет так зацикливаться на анализе людей и вещей. Позже, поскольку Липин и Инсинь так и не сработались, наша куратор определила меня и Липин в одну группу. Поначалу я думала, что в отсутствии Инсинь Липин уже не будет уделять ей столько внимания. Но каждый раз, когда я упоминала Инсинь, Липин снова начинала говорить о связанных с ней проблемах. Ее слова были полны скрытых суждений об Инсинь. Однако я не могла ясно разглядеть ее сущность и думала, что она просто пока не может преодолеть конфликт. Но, возможно, со временем с этим справится. Позже Липин перевели исполнять долг в другую группу. Братья и сестры рассказывали, что она продолжала вести себя по-прежнему. Всякий раз, когда что-то задевало ее гордость, она поднимала невероятный шум и не могла нормально сотрудничать с другими. Кроме того, она влияла на состояние окружающих и тормозила работу группы. Наша куратор несколько раз беседовала с ней, советовала искать истину и извлекать уроки. Но она так и не приняла этого и продолжала защищаться, вызывая помехи и нарушения в работе. Пока ее не уволили, она постоянно спорила о том, что правильно, а что нет, вместо того, чтобы заниматься самоанализом и пытаться познать себя. Позже я услышала рассказы братьев и сестер о некоторых ее поступках. Ее поведение, эта зацикленность на анализе людей и вещей, проявлялась очень ярко. Она не только ущемляла окружающих, но и мешала работе церкви. Я подумала, как Бог классифицирует такое поведение, «Я прочитала слова Бога, относящиеся к этой проблеме». Всемогущий Бог говорит, «Разве не мерзко, что некоторые люди, когда с ними что-то случается, предпочитают придираться к мелочам и совершать бессмысленные поступки? Это большая проблема. Люди с ясным умом не допустили бы такой ошибки». Но люди, о которых идет речь, глупы. Они всегда воображают, что другие усложняют им жизнь и намеренно доставляют им неприятности. Поэтому они всегда враждуют с другими людьми. Разве это нормально? Они не прилагают усилий, когда дело касается истины, а предпочитают придираться к мелочам, когда с ними что-то происходит. Они требуют объяснений, пытаются сохранить лицо и всегда используют человеческий подход для решения этих вопросов. Это величайшее препятствие для вхождения в жизнь. Если ты веришь в Бога или практикуешь таким образом, ты никогда не достигнешь истины, потому что ты никогда не приходишь к Богу. Ты никогда не приходишь к Богу, чтобы получить все, что Бог для тебя предназначил, и не используешь истину для решения всех этих вопросов, применяя вместо этого человеческий подход. Таким образом, в глазах Бога ты слишком далеко отошел от Него. Мало того, что твое сердце отошло от Него, так ты еще и не живешь в Его присутствии всем своим существом. Именно так Бог воспринимает тех, кто всегда чрезмерно анализирует и придирается к мелочам. Я говорю вам, что независимо от того, какие обязанности выполняет верующий в Бога, занимается ли он внешними делами, или его долг связан с различными работами или сферами знаний Дома Божьего. Если он не предстает часто перед Богом, не живет в Его присутствии, не осмеливается принять Его наблюдение и не ищет истину от Бога, то он является неверующим и ничем не отличается от язычников. В любом вопросе, затрагивающем славу, наживу или сохранение лица, они настаивают на том, чтобы прояснить, кто прав, а кто виноват, кто лучше, а кто хуже, и непременно должны спорить, чтобы что-то доказать. Другие не хотят об этом слышать. Люди говорят, «Можешь сказать то же самое, но попроще. Можешь высказаться прямо. Почему ты всегда такой поверхностный?» Мысли их так сложны и запутаны, и они живут настолько утомительной жизнью, не понимая, что за проблемы под этим кроются. Почему истина вызывает у них отвращение, и они не могут быть честными? Потому что истина им неприятна, и быть честными они не хотят. Так на что же они полагаются в жизни? На философии отношения к миру и человеческие методы. Если в своих действиях руководствоваться человеческими методами, то в результате над тобой или смеются, или ты показываешь свою уродливую сторону. Итак, при ближайшем рассмотрении их поступки, все то, чем они заняты весь день, все это связано с их собственным имиджем, славой, выгодой и тщеславием. Они словно живут в паутине, за все вынуждены оправдываться или объясняться, и всегда высказываются только в своих собственных интересах. Мышление у них сложное. Они говорят так много чепухи. Речи их настолько запутаны. Они все время спорят о том, что правильно и что неправильно, и этому нет конца. Когда они не пытаются улучшить свой имидж, то состязаются за репутацию и статус. И нет немига в их жизни, который они бы этому не посвятили. И каковы последствия? Имидж они, может, и улучшили, но всем надоели и наскучили. Люди увидели их насквозь и поняли, что они лишены истинной реальности, что они не верят искренне в Бога. Когда лидеры и работники или другие братья и сестры говорят несколько слов, чтобы подрезать их, они упрямо отказываются это принимать, настойчиво стараются объясниться или оправдаться, пытаются переложить себя ответственность. На собраниях они защищаются, затевают споры и сеют смуту среди Божьих избранных. Они думают про себя так. Неужели мне и в самом деле негде доказать свою точку зрения? Что это за люди? Любят ли они истину? Верит ли такой человек в Бога? Слыша от кого-то что-либо, что не соответствует его намерениям, он всегда хочет спорить и требует объяснений. Он запутался в том, кто прав, а кто неправ. Он не ищет истину и не относится к ней в соответствии с истинной принципами. Как бы прост ни был тот или иной вопрос, он его усложняет. Он попросту напрашивается на неприятности, так что неудивительно, что ему так тяжело. Из Божьих слов я поняла, что те, кто зациклен на анализе людей и вещей, теоретически признают, что Бог господствует над всем и обустраивает их повседневные обстоятельства. Но столкнувшись с этими реальными обстоятельствами, они не принимают их от Бога, не ищут истину и не извлекают уроков. Вместо этого они считают, что кто-то усложняет им жизнь. И чтобы защитить свою гордость и репутацию, постоянно спорят о том, кто прав, а кто виноват, создавая бесконечную суету. Они только мешают окружающим и работе церкви. Такие люди маловеры по своей сути. Возьмем к примеру Липин. Когда она была напарницей Инсинь, было очевидно, что они не сработались, и это уже отразилось на исполнении ими долга. Инсинь сообщила лидеру об истинном положении вещей, надеясь на помощь. Но Липин не приняла этого от Бога. Вместо этого она решила, что Инсинь на нее жалуется. После этого она не спускала глаз с Инсинь. На собраниях или при обсуждении работы, если Инсинь указывала на какие-то проблемы или вносила разумное предложение, Липин не воспринимала их правильно. Ей казалось, что Инсинь преследует ее, и поэтому она сознательно противостояла Инсинь. Она даже намеренно создавала проблемы и говорила, что если мы считаем ее непригодной, то пусть лидер переведет ее на другую работу. Из-за этого мы чувствовали себя ущемленными. Страдали также жизнь и работа церкви. Сестра Ло Вейн только что пришла в группу и еще не знала принципов и не владела профессиональными навыками. Поэтому она решила поговорить с Инсинь. Ли Пин заподозрила, что Ло Вейн смотрит на нее свысока, поддерживает Инсинь, а ее игнорирует. Когда сестры, как обычно, обсуждали работу, Ли Пин также подозревала, что все осуждают ее за ее спиной, обижалась на окружающих и была с ними в сложных отношениях. В результате люди не могли нормально выполнять свой долг. На самом деле ситуация была обычная и простая. Нормальный человек вполне мог бы в ней разобраться, если бы немного подумал. Но она слишком много анализировала людей и вещи. и запуталась. Ее мысли были чересчур сложными. Впоследствии с ней много беседовали о божьих словах и пытались ей помочь. Но у нее никогда не было стремления к поиску. Вместо этого она оправдывалась, защищалась и спорила о добре и зле, пытаясь доказать свою точку зрения. Раньше мне всегда оказалось, что ее зацикленность на анализе людей и вещей это временное плохое состояние. Теперь я поняла, что мимолетное проявление развращенности и сущность маловера это разные вещи. Бывает, что люди зацикливаются на анализе людей и вещей, но это лишь временная неспособность понять намерения Бога по тем или иным вопросам. Или же они оправдываются и защищаются, чтобы сохранить лицо. Но благодаря молитве, поиску или обращению за помощью к братьям и сестрам приходят к пониманию намерений Бога и перестают так много анализировать. Такие люди принимают истину, у них нет сущности маловеров. С другой стороны, маловеры не принимают ничего от Бога, что бы с ними ни случилось. Даже если речь идет о незначительном вопросе, который понятен каждому, они всегда анализируют людей и вещи и не могут принять общение и помощь от братьев и сестер. Это показывает, что они по своей природе питают отвращение к истине и неправильно все понимают. Если вспомнить поведение Липин, то два или три года назад, будучи напарницей Инсинь, она вела себя именно так. Позже их с Инсинь разделили, и хотя на первый взгляд казалось, что она уже перестала так много спорить о добре и зле, стоило кому-нибудь упомянуть Инсинь, как она снова начинала об этом говорить. Было очевидно, что она не избавилось от этой проблемы. С кем бы она не работала вместе, всякий раз, когда что-то задевало ее гордость и статус, она принималась спорить, не принося людям ничего, кроме беспокойства. Прошло несколько лет, а она все оставалось такой же. в ней не было ни раскаяния, ни изменений. Ее сущность была сущностью маловера, зацикленного на анализе людей и вещей. Раньше я верила, что раз Лепин с энтузиазмом занимается благотворительностью и помогает людям, раз она способна на самоотречение и самоотдачу, это означает, что у нее хорошая человечность и ей нужно дать еще один шанс. Впоследствии я поняла, что не умела различать хорошую и плохую человечность. Позже я прочитала некоторые Божьи слова по этому поводу. Бог говорит «Когда люди попадают в разные ситуации, в них можно наблюдать всевозможные проявления, которые показывают разницу между хорошей и плохой человеческой природой. Каковы же критерии определения человеческой природы? Как следует определять, каким человеком является некто и может ли он спастись? Это зависит от того, любит ли он истину и способен ли он принять и практиковать ее. Во всех людях есть представление и мятежность. Все они имеют развращенный характер и поэтому они будут сталкиваться с моментами, когда требования Бога будут противоречить их собственным интересам и им придется делать выбор. Они будут часто это испытывать. Никто не может избежать этого. У всех в жизни также будут моменты, когда они будут превратно истолковывать Бога и иметь представление о нем. Или когда у них будут жалобы на него и они будут противиться ему или восставать против него. Но поскольку у людей разное отношение к истине, то и подход к ней у них будет разным. Некоторые люди никогда не говорят о своих представлениях, а ищут истину и самостоятельно разбираются с ними. Почему они не говорят о них? У таких людей богобоязненное сердце. Верно. У них богобоязненное сердце. Они боятся, что их слова об этом возымеют негативный эффект и просто пытаются разобраться с этим в своем сердце, не затрагивая остальных. Встретив других людей в подобном состоянии, они используют свой собственный опыт, чтобы помочь им. Это и есть добросердечность. Люди с добрым сердцем относятся к окружающим с любовью. Они готовы помочь им разрешить их трудности. В их поступках и помощи окружающим есть принципы. Они помогают другим решать их проблемы им на пользу. И они не говорят ничего, что не было бы полезным для них. Это и есть любовь. У таких людей сердце богобоязненно, а их поступки принципиальны и мудры. Это и есть критерии оценки того, хорошее или плохая у людей человеческая природа. Из слов Бога я поняла, что люди с хорошей человечностью любят истину, готовы принять ее, и имеют доброе сердце. Общаясь с другими, такие люди способны поставить себя на их место и подумать, как говорить и действовать, чтобы наставлять других. если у них есть представление о Боге или предубеждение против других людей, они не станут их опрометчиво высказывать. Они способны искать истину, чтобы избавиться от них. Они не говорят того, что не приносит пользы людям. У таких людей богобоязненное сердце, и они принципиальны в своих речах и поступках. Таковы люди с хорошей человечностью. Я сравнила это с поведением Липин, основываясь на словах Бога. Всякий раз, когда что-то касалось ее репутации и статуса, она выражала свое недовольство. Она не думала, повредят ли ее слова ее братьям и сестрам, или к каким последствиям они могут привести. Когда другие указывали на ее проблемы, она воспринимала их в штыки, а потом цеплялась к ним и не отпускала. Липин верила в Бога более двадцати лет. Неужели она действительно всего этого не понимала? Раньше я смотрела только на ее внешние проявления. я думала, что раз она давно верит в Бога, сердечно относится к людям, способна на самоотречение и самоотдачу, часто занимается благотворительностью и помогает людям, значит, у нее хорошая человечность. Но когда люди указывали на ее проблемы и беседовали с ней, она не только не воспринимала их, но и переворачивала ситуацию с ног на голову, нападала на других и обвиняла их. Это не было по-настоящему хорошей человечностью. Благодаря разоблачающим божьим словам я смогла в какой-то мере распознать человечность Липин и ее поведение маловера. однако при мысли о том, что она десятилетиями верила в Бога, отрекалась, посвящала себя и страдала, а теперь ее собираются вычистить, я испытала к ней некоторое сочувствие. Позже я прочитала отрывок из божьих слов. Всемогущий Бог говорит. Некоторые люди говорят. Если человек каждый день ест и пьет Божьи слова и беседует об истине, если он способен нормально выполнять свой долг, если он следует обустройствам церкви и никогда не нарушает порядок и не создает помех, и хотя иногда он нарушает истину принципы, он не делает этого сознательно или с умыслом. Разве это не говорит о том, что он стремится к истине? Это хороший вопрос. Многие люди придерживаются такого мнения. Прежде всего, необходимо понять, может ли человек достичь понимания истины и обрести истину, если будет упорно практиковать таким образом. Поделитесь своими мыслями. Хотя подобная практика является правильной, она больше походит на религиозный ритуал. Это следование правилам, и оно не может привести к пониманию истины или ее обретения. Так что же это за поступки? Это внешне хорошие поступки. Мне нравится этот ответ. Это просто хорошие поступки, которые возникают после того, как человек начинает верить в Бога, на основе его совести и разума, под влиянием различных добрых и позитивных учений. Но это не более чем хорошие поступки, и они далеки от того, чтобы быть стремлением к истине. Что же тогда лежит в основе таких хороших поступков? Что их порождает? Они берут начало в совести и разуме человека, в его нравственных качествах, в положительном отношении к вере в Бога и в его самообладании. Но поскольку это просто хорошие поступки, они не имеют никакого отношения к истине. И это, конечно же, не тождественные вещи. Совершать хорошие поступки – это не то же самое, что практиковать истину. Если человек ведет себя хорошо, это не значит, что он имеет Божье одобрение. Хорошие поступки и практика истины – это две разные вещи. Они не имеют никакого отношения друг к другу. Бог требует практиковать истину, и это полностью соответствует его намерениям. Хорошие поступки исходят от воли человека и несут в себе человеческие намерения и мотивы. Это то, что человек считает хорошим. Хотя хорошие поступки не являются злыми делами, они идут вразрез с истинной принципами и не имеют никакого отношения к истине. Какими бы хорошими ни были эти поступки, насколько бы они не соответствовали человеческим представлениям и фантазиям, они не имеют никакого отношения к истине. Поэтому никакие хорошие поступки не могут заслужить Божьего одобрения. Поскольку хорошее поведение имеет такое определение, очевидно, что хорошие поступки не имеют отношения к практике истины. если разделять людей на типы в зависимости от их поведения, то эти хорошие поступки были бы в лучшем случае действиями верных исполнителей и не более того. Они никак не связаны с практикой истины и с истинным подчинением Богу. Это просто вид поведения, который не имеет никакого отношения к изменению характера людей, к подчинению истине и ее приятию, к богобоязненности и удалению от зла, а также к любым другим практическим элементам, которые по-настоящему касаются истины. Так почему же тогда это зовется хорошими поступками? Вот объяснение, которое разумеется также раскрывает суть этого вопроса. Дело в том, что эти поступки проистекают только из представления людей, их предпочтений, их воли и их собственных самостоятельных усилий. Они не являются проявлениями покаяния, которые приходят с обретением истинного самопознания посредством приятия истины, а также суда и обличения Божьих слов, и не являются действиями или поступками, направленными на практикование истины, возникающими, когда люди пытаются подчиниться Богу. Понятно ли вам это? Это значит, что эти хорошие поступки никоим образом не связаны с изменением характера человека, с результатами испытания суда и обличения Божьих слов или с истинным покаянием, которое происсякает из осознания своего развращенного характера. Все это не имеет никакого отношения к истинному подчинению человека Богу и истине и тем более не имеет отношения к наличию богобоязненного и боголюбивого сердца. Хорошие поступки не имеют ничего общего с этими вещами. Это просто то, что исходит от человека и то, что человек считает хорошим. Тем не менее, многие люди находят такие хорошие поступки признаком того, что человек практикует истину. Это серьезная ошибка, абсурдное мнение и понимание. Эти хорошие поступки всего лишь исполнение религиозных обрядов, соблюдение формальностей. Они не имеют никакого отношения к практикованию истины. Бог может и не осуждает их прямо, но он совершенно не одобряет их. Это несомненно. Поразмыслив над Божьими словами, я поняла, то, что Лепин больше десяти лет верила в Господа, больше двадцати лет принимала Божью работу последних дней и всегда полностью посвящала себя работе, позабыв о семье и карьере. Было поверхностными проявлениями энтузиазма и хорошего поведения. Они не соответствовали стандарту притворения истины в жизнь. Уверовав в Бога, многие люди начинают вести себя хорошо. Но поскольку их природа не такова, чтобы любить истину, и поскольку они не могут принять суд и обречение Божьих слов, их жизнь характер нисколько не меняется, даже после многих лет веры в Бога. В итоге Бог все равно оставит и отсеет таких людей. Внешне хорошее поведение не означает, что человек практикует истину. Если человек просто демонстрирует хорошее поведение, но никогда не принимает и не практикует истину, то он всегда и везде способен противиться Богу. Так, в религии было много людей, которые всю свою жизнь верили в Господа, упорно трудились, от многого отказывались и полностью посвящали себя работе. Однако, когда всемогущий Бог, Христос последних дней пришел, чтобы выполнить работу, выразить истину и спасти человечество, они осудили его, воспротивились ему и отвергли его. Они воротили носы от изрекаемых им истин. Как бы хорошо они себя не вели, Бог их не одобрил. Он осудил их, как людей, противящихся Богу. Я вспомнила о фарисеях, которые служили Богу и Иегове в храме и странствовали по морю и по суше, проповедуя и трудясь. В глазах окружающих их поведение было очень хорошим и их не в чем было упрекнуть. Но когда Господь Иисус явился, чтобы выполнить работу, они воспротивились ему, осудили и даже распяли его. Их природа сущность заключалась в ненависти к истине и Богу. Господь Иисус осудил их, как порождение змея, и в итоге все они были наказаны и прокляты Богом. Из этого я поняла, что если мы смотрим только на поверхностное хорошее поведение людей и не различаем их отношение к истине, нас очень легко ввести в заблуждение. Позже я подумала, так как же следует относиться к людям, которые оказались маловерами, как Липин? Каких людей можно оставить в церкви трудиться, а кого следует вычистить? Какие принципы здесь следует применять? Я прочитала такой отрывок из Божьих слов. Если они маловеры, неверующие, но готовы трудиться и способны быть послушными и покорными, то даже если они не стремятся к истине, не трогайте и не отстраняйте их. Вместо этого позвольте им продолжать трудиться, и если вы можете им помочь, помогите. если они не хотят даже трудиться, если начинают небрежно относиться к своему долгу и совершать злые дела, значит, мы сделали все, что требовалось. Если они хотят уйти, позвольте им уйти и не скучайте по ним, когда они уйдут. Сейчас они достигли того момента, когда им следует уйти, и такие люди не стоят вашей жалости, ибо они маловеры. Самое прискорбное, что есть невероятно глупые люди, которые всегда питают личные чувства к тем, кого изгоняют, всегда скучают по ним, говорят от их имени, защищают их и даже плачут, молятся и просят за них. Что вы думаете о поведении этих людей? Это так глупо. Почему это глупо? Те, кто уходит, маловеры, они не принимают истину и просто не стоят того, чтобы за них молиться и по ним скучать. Только те, кому Бог дает возможность и у кого есть надежда на спасение, достойны слез и молитв других. Если кто-то молится за маловера или за дьявола, то он крайне глуп и невежественен. Одним из аспектов является то, что они не верят по-настоящему в существование Бога. Они маловеры. Другой же аспект состоит в том, что эти люди имеют природу сущность неверующих. Что я имею в виду? Дело в том, что они вовсе не люди. Они имеют природу сущность дьявола, сатаны и противостоят Богу. Это то, что касается их природы сущности. Но есть и другой аспект. Бог избирает людей, а не дьяволов. Поэтому скажите мне, являются ли эти дьяволы избранными Божьими и избраны ли они Богом? Они не являются избранными Божьими, поэтому если ты эмоционально связан с такими людьми и тебе грустно видеть, как они уходят, то не означает ли это, что ты глуп? Не противостоишь ли ты Богу? Если ты не испытываешь глубоких чувств к истинным братьям и сестрам и тем не менее питаешь глубокие чувства к этим дьяволам, то кто ты? Как минимум у тебя путаница в голове. Ты не воспринимаешь людей в соответствии со словами Божьими, не придерживаешься правильной точки зрения в своем поведении и не относишься к этому вопросу принципиально. Ты бестолковый человек. Бог очень ясно говорит о том, как следует относиться к людям, явленным как маловеры. если они послушны, покорны и готовы трудиться, то даже если они не стремятся к истине, они могут остаться, чтобы трудиться, если не будут препятствовать или мешать работе. Если же они не трудятся должным образом, работают спустя рукава или творят зло, мешая работе церкви и нарушая ее, не принимают разоблачение и подрезку от братьев и сестер и не раскаиваются и приносят больше вреда, чем пользы, исполняя свой долг, то их следует вычистить. Бог спасает людей и их совесть должна соответствовать минимальным стандартам. Даже если человек не стремится к истине, он по крайней мере не должен вызывать помехи и нарушения. Сущность каждого, кто способен творить зло и вызывать помехи и нарушения в работе Божьего Дома, это сущность дьяволов и сатаны. Даже если такие люди останутся в церкви, они не принесут никакой пользы. Они должны быть вычищены. Я сравнила это с поведением Лепин. Она много лет верила в Бога, но когда с ней что-то случалось, она не искала истину и постоянно зацикливалась на анализе людей и вещей, мешая братьям и сестрам и работе церкви. Братья и сестры неоднократно беседовали с ней и пытались помочь, но она ни в малейшей степени не пробудилась и не раскаялась. Ее природа сущность заключалась в отвращении и ненависти к истине. Она бесспорно была маловером. Вычищение Лепин из церкви полностью раскроет Божью праведность. Раньше, когда речь шла об осуждении Лепин, я осудила ее не на основании слов Бога, а на основании собственных представлений и фантазий. Я считала, что раз она способна отрекаться, полностью посвящать себя работе, страдать, ограничивать себя и демонстрировать хорошее поведение, то она человек истиноверящий в Бога. Поэтому я из лучших побуждений добивалась, чтобы ее оставили в церкви. Я была так слепа. Бог никогда не говорил, то каждый, кто демонстрирует хорошее поведение, истинно в Него верит. Бог оценивает людей, глядя на их природу сущность, их отношение к истине, а также путь, по которому они шли все это время. Божья работа уже подошла к последней стадии — разделению людей по их роду. Люди, которые любят и могут принять истину, люди, которые питают отвращение к истине и ненавидят ее, люди зерна и люди плевелы, Бог раскроет сущность всех людей. Все маловеры, злые люди и антихристы, которые питают отвращение к истине и ненавидят ее, будут изгнаны Богом. А я еще испытывала сочувствие к Лепин, которая явила себя маловером. Разве я не противостояла Богу и не противилась ему? Какой же я была глупой! я должна различить и отвергнуть ее в своем сердце и срочно сообщить церкви о ее поведении маловера, чтобы защитить работу Божьего дома? Я больше не должна была сомневаться. После этого я рассказала церкви о проявлениях маловерия Лепин и вскоре ее вычистили. Благодаря опыту вычищения Лепин я обрела некоторую проницательность по отношению к маловерам, а также немного разобралась в собственных ошибочных взглядах. Я поняла, что нельзя считать человека истинно верящим в Бога лишь потому, что он хорошо себя ведет. Если кто-то не любит и не принимает истину, то рано или поздно он будет разоблачен и отсеян. Я поняла, что различать людей можно только на основании Божьих слов. Божьих